я недавно сделала ролик про голодомор россияне вымарили голодом украинцев пришло много комментариев я хочу прочитать некоторые из них еще потом показать один видеоролик моя прабабушка сидела в тюрьме за то что крала с поля колоски чтобы накормить детей из семи детей во время голодомора выжила 4 россияне которые меня слушают вы помните чтобы ваша прабабушка крала с поля колоски наверное вам даже слова режет крала потому что колоски нельзя красть они просто валяется правда то что валяется то берешь то же самое мой дедушка пошел на поле из норок мышей выкапывали зерно за это его убили осталось трое детей бабушка кормила травой детей рядом 7 что-то умер убили дедушку за то что он выкапывал из норок мышей у моей прабабушка умерла первая семья двое сыновей и муж пока она пошла искать продукты россияне вот про бомбили донбасс вам про бомбили все маски мозги так у вас наверно только новорожденный не знает бомбили 8 лет но кто из вас знал вот например что человек пошел искать продукты и семья из двух сыновей из двух но два сына и муж умрили пока мама ним не было дома кто из вас бомбили 8 лет может мне рассказать историю про гладомор в украине наверное никто дальше вообще уж аленка не только еду а и кружку ложку нечем было воды набрать из колодца травили скот и закапывали люди выкапывали ели и умирали травили скот знаю что люди в этом выкопают и умрут мне 55 моя бабушка говорила что выжили благодаря ямам в которых держали кроликов а ночью колоски собирали моя бабушка рассказывала что они ели солому лебеду я не я вот не знаю что такое есть солома россияне вы когда смотрите на слову вы понимаете что украинцы ели солому чтобы выжить я уверен что точно также ели казахи солома киргызы солома тоже ели россияне ели видите какая разница сусликов вы что-то выживали из нор ежей даже глину оказывается разных вкусов так выживали что и глину ели я не понимаю траву через мясорубку жарили котлеты зеленик и называли бабушка рассказывала а за колоски собранного уже поле тюрьма котлеты видите россияне зеленья нынки будут блокады ленинграда тоже искусственный голодомор что на украинцы я хочу прочитать вам комментарий на который я отвечать не буду потому что вам виднее все что было построено 32 года назад в мариуполе и вообще в украине кстати написано в украине это было при у ссср и это заслуга всего союза это была одна из самых развитых и богатых республик а что именно сама украина сделала за эти прошедшие годы да ничего дома в городах обшар обшарпаны асфальт древний транспорт просто музейный я хочу что вы написали в комментариях вот конкретно что вы слышите последнюю станцию метро в киеве построили в 2013 году кстати юзер не нету имени назовите пожалуйста в каком году построили последнюю станцию метро в воронеже сколько новых детских садов и школ открыли вот его и бьет я не знаю то хоть бы даже ноль сколько детских новых площадок вы посмотрите какой упор за россиянин промышленности 0 земли проданы англосаксом вот его и бьет я не знаю же я каждый день показываю какие-то вот российские города просто вот параша на эту не реагирует но вот что происходит в украине вот просто вынь да положь перечислять можно бесконечно так что как раз вам то гордиться совсем нечем так что город мариуполь возрождается и обязательно строится пожалуйста отстройте мертвых юзер пожалуйста достаньте из-под кирпичей найдите где рука где нога где голову при присобачить и друг другу все эти косточки найти как вот музей находит динозоров да как ты иголочками скрипит не знаю может быть там путин пришел нашел вариант как можно вернуть таскать кости к жизни а потом жизнь опять даже если в жизни жизни вот что думаете человека живет скажем хорошо я такой счастливый что я умер а потом родился он будет современным цветущим с людьми которые его любят хотел сказать как в которые из узбекистана приехали да а вам не стоит нести всякие гадости боже упаси я просто прогноз погоды вы когда говорят мне выпали осадки там снег с градом я же могу сказать выпал град да мариуполь покрыл град и теперь мариуполя нет могу так создание он будет современным уж куда уже более современный чем он был взял из воронежа современный город чтобы там были проекции этих выжили благодаря яблокам отобирали скот грузили в вагон и потом состав вагонов не забирали еще неделю корова недоины плакали орали хозяева люди орали плакали рядом я так представила стоит твоя корова в вагоне а ты твоя корова твоя именно корова как бы я хотел чтобы виталик ущербный посмотрел на видео хозяева стояли вот прямо за дверью не могли свою буренку подоить обстоятельства как они любили своих коров а потом они удивляют что некоторые украинцы в сорок первом пошли воевать против союза да а